приветствую вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную мужскую шапочку она связанная с удлиненной макушкой с эффектом шапочки бини рассчитана на обхват головы 55 57 сантиметров чтобы уменьшить набирайте на две петельки меньше чем у меня чтобы увеличить можете на две петельки набрать больше соответственно вам понадобится около 85 грамм данной пряжи и хорошее настроение мы начинаем вязать для вязания нам понадобится пряжа я воспользуюсь полушерстяной пряжей фирмы alize lana gold 240 метров 100 граммов более подробно о данной пряжи есть отдельное видео ссылочку смотрите в описании под этим видео цвет у меня 21 нежный такой вот серый меланж спицы круговые либо носочные номер три с половиной чем вам удобнее вязать так как шапочка бесшовная то она будет вязаться все время по кругу вот поэтому либо шапочные круговые либо же носочные опять же такие вам вязать поэтому выбираете вы смотрите сами у меня также понадобится еще ножнички сантиметр для того чтобы измерять и возможно крючок либо иголочка для того чтобы было удобнее спрятать краешки ниточек и так отступаем метр от начала мотка и начинаем набор петелек для шапочки нам нужно набрать четное количество петель то есть кратное двум и одну петлю нам нужно для замыкания вязания в круг она у нас сократится и останется нужное количество четное петель и чик я буду набирать самым обычным способом изначально я набираю две петли на одну спицу для того чтобы не были растянутые крайние петельки затем представляю вторую и набираю остальное число петель которая нам нужно и так для шапочки я буду набирать 100 петель плюс одну петлю для замыкания вязания в круг то есть сто одну петлю 3 набираю 4 5 6 7 8 9 10 и так далее когда петельки набраны мы достаем одну свободную спицу на которой нет начальных вот этих двух петель обратите на это особое внимание чтобы не спустить их связание вытаскиваем эту свободную спицу если вы набирали на носочных спицах то соответственно тоже достаете одну свободную спицу далее нам нужно замкнуть вязание в круг предварительно проверьте чтобы у вас вот эта красивая лицевая косичка наборочная была сверху вот эти такие рубчики зубчики остались снизу далее смотрите мы берем смыкаем максимально острые края спиц друг другу максимально ближе как можете подогнать вот так вот теперь смотрите что мы делаем мы берем спускаем с левой спицы вот они две первые набранные помните самые тугие вот эти две петли мы спускаем с левой на правую спицу вот эту крайнюю последнюю петлю далее последнюю набранную с правой спицы перетягиваем на эту только что перенесенную петлю и спускаем последнюю петлю вот эту сто первую лишнюю петлю с работы полностью спускаем она у нас остается между левой и правой спицей далее подтягиваем краешек хвостик ниточки вот этот осторожненько и возвращаем обратно вот эту петельку на левую спицу то есть фактически мы сейчас спустили что мы сделали мы перенесли спицу о и петлю крайнюю вот перекинули на нее лишнюю набранную петлю и обратно вернули на место то есть она у нас оказалось это лишняя набранная петля между первой и второй набранной петелькой начальном ряду наборочном далее я отправляю вот этот хвостик ниточку к рабочей нити и буду вязать первые несколько петель в две ниточки затем просто отрежу краешек который останется и все ниточка у нас будет задействована в работу а вот такой край обратите внимание вот это лишняя петля сомкнула нам красиво и аккуратно краешек то есть его будет максимально скажем незаметно и начинаем вязать первый ряд первый ряд у нас чередование лицевая и изнаночная петля поэтому первую провязываем лицевую вторую петлю провязываем изнаночную далее снова повторяем лицевая петля я вяжу за 2 ниточки обратите внимание затем изнаночная лицевая изнаночная снова лицевая можно уже ниточку хвостик вот он у меня коротенький Итак, продолжаю вязать до конца этого ряда, чередуя лицевая и изнаночная, пока не дойду до начальной первой лицевой петли. Первый круговой ряд у нас окончился. Ряд закончился изнаночной петлей, начинался с лицевой, соответственно, идет непрерывное вязание, чередование лицевая и изнаночная. То есть мы сейчас распределили петли для начала вязания резинки 1х1. На данном этапе можете повесить маркер в начало ряда. Здесь вы будете видеть, что ряд заканчивается, начинается. В принципе, здесь хорошо видно, так как вот эти двойные петельки из двух ниточек, они сейчас, скажем, видны и хорошо их потом в дальнейшем тоже, скажем так, можно по ним ориентироваться. Но при носке их, в принципе, не будет заметно. Второй ряд и все последующие ряды резинки 1х1 вяжутся по рисунку. То есть над лицевыми вяжутся лицевые, соответственно, провязываем сразу же лицевую над изнаночными и изнаночными. Но для того, чтобы красивой, не перекрещенной, такой, не перекрученной косичкой получались изнаночные и с лицевой, и с изнаночной стороны, соответственно, изнаночные я буду провязывать за дальнюю полупетлю. Изнаночная лицевая над лицевой, изнаночная за дальнюю полупетлю над изнаночной. И вот так чередование лицевая и изнаночная мы продолжаем до тех пор, пока не наберем нужную высоту резиночки, а потом перейдем на основной узор. Высота резиночки может быть различная от вашего желания, то есть это может быть как 3 сантиметра, так и 6, поэтому от 3 до 6 сантиметров вы варьируете резиночку. Бывает, зависит от высоты непосредственно лба человека, кому вы вяжете, то есть если слишком высокий лоб бывает, то идет резиночка, скажем так, широкая, красиво подходит. Если же наоборот низкий лоб там или челка, то лучше вязать резиночку не слишком широкую, вот, то есть вы на это ориентируйтесь. Пока продолжаем вязать как второй ряд все последующие ряды, вот, резиночки один на один, затем я свяжу резиночку и покажу вам, что мы будем делать дальше. Вот мы связали резиночку, я люблю широкую, поэтому я связала где-то сантиметров 6, может даже 6,5. Вы смотрите на свое усмотрение и мы переходим на основной узор. Вот она у меня начало ряда, я отметила, лицевая первая. Соответственно, первый ряд узора это просто все петельки лицевые. Лицевую мы вяжем над лицевой и изнаночную мы вяжем лицевой за дальнюю петельку, то есть красиво поворачиваем косичку от себя. Лицевую за ближайшую полупетлю вяжем, изнаночную лицевой за дальнюю. Этот весь ряд мы полностью провязываем все петли лицевые. Лицевая за ближайшую полупетлю, изнаночная за дальнюю полупетлю. Вот таким вот образом до конца этого ряда. Второй ряд узора у нас чередование лицевая-изнаночная, как лежала резиночка 1х1, то есть лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Смотрим на ряд ниже, то есть вот шли изнаночные петельки, над ними вяжем изнаночную. Снова лицевая над лицевыми петельками, изнаночная над изнаночными. И так чередуем до конца этот ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязав второй ряд до конца, третий ряд и все нечетные ряды мы провязываем просто лицевыми петлями. А все четные ряды мы провязываем чередование лицевая-изнаночная, как вязали резиночка 1х1. Как вы видите, очень простой узор. И вяжется он достаточно быстро и просто. Никаких особых расчетов он не требует. Это просто четное количество петель, набранное изначально, которое нужно нам для вязания резиночки 1х1. Можете при переходе на основной узорчик сменить спицы на размер или на полразмера побольше, если вы хотите. Я ничего, как вы видите, не меняла и просто продолжаю провязывать такими же спицами, таким же номером, как и вязала резиночку. Я думаю, что здесь сложности не составит. То есть у нас идет комбинированная резиночка 1х1 с узором рис. Все петли лицевые, еще раз повторяюсь, в нечетных рядах, обязательно изнаночную провязывайте за дальнюю полупетлю, тогда петли у вас будут ложиться ровнее. И каждый четный ряд это лицевая-изнаночная, причем у нас уже сформирована резиночка 1х1. Смотрите на ряд ниже и ориентируйтесь на него. При провязывании четных рядов вы вяжете за вот какие петельки у вас полупетли смотрят стороной, так и вяжете ничего, я не разворачиваю, не поворачиваю, вот я вяжу как есть. Ориентируемся начало-конец ряда, можете повесить маркер, чтобы вам было удобно и все, вот так вот провязываем до нужной высоты шапочки.